Привет, ребята, меня зовут Антон и сегодня начнем прохождение игры под названием Wasteland 2. Я достаточно долго создал персонажей, поэтому решил этот этап пропустить и сразу же начать непосредственно новую игру. Что будет после конца? Я не знаю. Как и не знали они. Это был всего лишь инженерный батальон, строящий мосты и дороги в центре бескрайней пустоты Аризоны. Они не знали, почему пришел Армагеддон. Обрывки радиопередач говорили об атаке на какую-то космическую станцию. Но кто ее атаковал и зачем, никто не знал. Но все знали, что политики и генералы наконец-то привели мир к его концу. Все исчезло. Они захватили федеральную тюрьму, выгнав всех заключенных, чтобы начать жизнь с нуля. Может быть, это было жестом милосердия. А может, они надеялись, что заключенные погибнут в новом жестоком мире. Как бы то ни было, они вернулись, чтобы отомстить инженерам. Сектанты, преступники, каннибалы. С тех пор они заполонили пустошку. Но хорошие люди тоже смогли выжить. И они нуждались в помощи. И те инженеры, те простые солдаты, не могли просто стоять и смотреть. Они вышли из своего убежища, чтобы помочь выжившим защитить свои дома. И за это они получили новое, гордое имя. Пустынные рейнджеры. Рейнджеры. Я знаю, что сейчас наше дело кажется безнадежным. И я знаю, каково прощаться с братом по оружию. Но я хочу вам кое-что сказать. Ни один рейнджер, погибший ради нашей цели, не будет забыт. Его смерть не напрасна. И не останется неотомщенной. Спасибо, новобранцы. Крепкий, бородатый мужчина, видавший виды в форме и старой ковбойской шляпе. Генерал Варгас опирается на трость, но вовсе не беспомощен. На бедре у него револьвер с первомутровыми щечками, на стволе которого множество зарубок. Я рад, что вы пришли на прощание с капитаном Мейсом, хотя не знали его. Это очень кстати, потому что первым заданием в роли рейнджеров для вас станет расследование гибели Эйса. Генерал Варгас, Эйс пытался обнаружить источник слабого радиосигнала, который недавно привлек наше внимание. Мы дали ему три ретранслятора и послали установить их на три удаленные друг от друга радиовышки. Это позволило бы нам определить координаты источника. Увы, на Эйса кто-то напал сразу после первой вышки. Забрал его дневник и последние два ретранслятора. Сигнал несет в себе угрозу, сэр? Голос меня сильно встревожил. Он нес какой-то бред о том, что в будущем человек сольется с машиной. Более того, говорил еще и про нас, про рейнджеров, якобы он сейчас займется нами. Что за ретрансляторы, сэр? Если нужны технические подробности, когда вернетесь в цитадель, поговорите с нашим спецом по радиотехнике, Уэйдом Вудсоном. Все, что знаю я, ретрансляторы нужно устанавливать на радиовышки, чтобы определить источники сигнала. А где находятся вышки? Я покажу вам расположение вышек, когда вы найдете ретрансляторы. Все по порядку. Вы думаете, что дневник был украден, сэр? Не знаю, но приезда его не было. Постарайтесь найти. Там могут быть какие-то наводки на причину его смерти. Мы рады, что получили задание, сэр. Но мы точно справимся? Да, понимаю. Вы только пришли, а я отправляю вас на задание, которое одного рейнджера уже погубило. Но выбора у меня нет. Рейнджеров очень мало. Все ветераны при деле. Отряда Эйбл и Чарли на западе. Пытаются не допустить, чтобы войнушка превратилась в геноцид. Отряд Байкер на севере. Ищет проход через радиационное облако, отрезавшее нас от Вегаса. Боюсь, останется надеяться только на молодежь. А в чем суть задания, сэр? В чем суть задания? Выскать место, где было найдено тело Эйса, найти его дневник и ретранслятор, и затем связаться со мной. Если найдете ретранслятор, я, может быть, отправлю вас доделать работу Эйса. Мы должны отомстить за смерть Эйса, и мы отомстим. Но также важно засечь сигнал, что он пытался сделать перед смертью. Кроме того, есть подозрение, что если мы разберемся с одним, сразу разберемся и с другим. Где это место, сэр? Где-то в дне пути отсюда, на восток. Я отмечу на карте. Опачки. Хорошо. Вот так. Да, вам нужно будет связаться по рации. Рация позволяет вам говорить с цитаделью рейнджеров. Мы будем предупреждать вас об опасности и сообщать новости по текущим заданиям, выдавать новые задания. Если вдруг получим сигнал бедствия, то у рейнджера отвечать на такие сигналы. Начав работать много лет назад, мы пообещали это у жителям Аризона. Когда мы сможем попасть в цитадель, сэр? Когда проявите себя, цитадель станет вашим новым домом. Это задание можете считать своей последней проверкой. Если справитесь, мы поприветствуем вас в цитаделе. Если не справитесь, не сможете быть рейнджерами. И внутрь мы вас не пустим. Сэр, если вы решили послать нас на поиски убийцы Эйса, то вы уже знаете, что мы на что-то годимся. Тогда и внутрь пустите нас сразу, пожалуйста. То есть вот у нас появились дополнительные варианты диалогов, которые, соответственно, у моих персонажей доступны. Потому что, как бы это выразится. Я настроил навыки, да? И вот тут есть, значит, первый хитрожопый, жополис и задира. То есть задира это грубая агрессия. Я жополис, это уговор. А хитрожопый, ты хитрость, конечно. Конечно, сэр, но успешно выполнять задание важнее, чем эта проверка. Может, нам стоит вооружиться получше, чтобы все прошло гладко? Пытайтесь логикой меня взять? Развивость тут умников. Выколотки и логикой можно кого-то переубедить, обмануть, запутать. Но иногда собеседника это только бесит. Так что поосторожнее. Вы, конечно, правы, нужно было бы впустить, но у меня какое-то подозрение относительно вас четверых. Каждый из нас себя-то не до конца знает. И себя, и товарищей узнаешь в бою. Поэтому я посылаю вас вперед без подготовки оружия, чтобы увидеть, что из вас выйдет. Потом отблагодарите. Может быть. А, ну все, до свидания. Так, прекрасно. Значит, отдаление максимальное на таком у нас расстоянии, приближение на таком расстоянии. Движок в игры Юнити. В принципе, оптимизация вполне такая нормальная. Кадет Фордессон. Генерал Сургрю. Какие-то вообще фамилии ужасные. Имперский скальпировщик Ральф Бродяга. Кадет Самострел. Самострел почти. Хорошо. Лопата. Давайте возьмем. Пускай будет. Что за ключевые слова? А, угу. Можно не только выбрать ключевое слово, но и ввести его в диалоговом окне. Внимательно читайте диалоги, так как они могут подсказать скрытое ключевое слово. Я понял. Так, товарищи, что поэтому? Здесь лежит ИС. Родился мужчина и умер пустынным рейджером. Так, с ними разговаривать поход нельзя. Все. Идем тогда, ребят. Мы находимся с вами в пусыше сейчас. Тут очень все сурово. Очень-очень сурово, да, друзья. Что у нас с инвентарем? Скажите, пожалуйста. У нас, значит, два чувака с ближним боем. А два чувака у нас непосредственно с дальним боем. Это хорошо. Так и сделаем. Мы тут можем что-то взять. Что это? Вода. И чистая на вид. Тут можно пополнить флягу. Ага, хорошо. Где же стены банки? Там и козлы. Что-то нам подсказывает, что не стоит отнимать у козла еду. А давайте попробуем. Можете мне ту жестянку передать? Козел какой-то безумный оказался. А я обычный огрызок. За восемь долларов. Неплохо. Очень неплохо. Генерал сказал, что после окончания похорон займется нашей тренировкой. Вы на задание собираетесь? О, я так завидую. Скорее вы уже... Скорее бы уже выбраться тоже. Ну, может быть, нас примут... Куда вас примут? Понятно. Это, значит, люди, которые в цитадель собираются зайти потом, да? Получается именно так. Наши товарищи там идут потихоньку? Да, идут, идут. Отлично. Дурак ты. Анжела Дед шмыгает носом. Да, плачу что-то. Все еще по Эйсу горю. Я Энджи. Вы, наверное, новички, которых Варгас натаскивает. Господи, вы уже совсем дети. Мы вас на похоронах Эйса видели. Вы были знакомы? Каждая утрата ранит. Но это... Эйс же даже не был рейнджером. Он больше шиферил для Фарна Брайга в Вегасе. Чинил всякое. Когда база Кочес начала посылать машины смерти в пустыню, Брайга отправил Эйса на юг, чтобы нанять роботов-бойцов. Мы с ним встретились в Кварце. Он там кого-то достал, его верили запереть. Мы все разрушили. После этого он решил с нами поработать, помочь управиться с Кочес. И так и не ушел. Варгас ему тоже потом дал форму и шляпу. Но в списке не в нее скажется. Просто Эйс был вместе с нами. А теперь... Черт возьми, Эйс. Я знал, что будут проблемы. Знала! Вы хорошо знаете генерала Варгаса? Да, лучше, чем он бы хотел. В свое время генерал был из нас самым чокнутым. Но после уничтожения базы Кочес стал самым нормальным. Теперь тут всем рулит и отлично справляется. А я по-прежнему хожу в дозор и отвечаю на вызовы по рации. Сразу видя, насколько велики мои амбиции, да? Малыши? Это мы-то? Да уж, извините. Умильные, как котята. Вы мне нас напоминаете. Змей, клинок, молотильщик. И я, когда мы еще только начинали, думали, что весь мир спасем. Что никто не умрет. И я... О, господи. Да не надо меня слушать. Молодость, это же очень хорошо. Оптимизм замечательный. Если бы мы тогда были такими ворчунами, как я сейчас, никто бы и не попытался изменить мир. Так что вперед, малыши. Может, в этот раз получится. Где этот кварц? Ээээ, да я и не помню. Давно там не была. Даже не знаю, существует ли он еще. Спросите, молотильщик, он помнит. Вы думали, что задание Иса закончится бедой? Он работал над тем же, что Варгас поручил вам. Пытался отследить радиосигналы из-за пределов карты разведданных земель. Мне все казалось научной скукотищей, но потом я и сказал, что за ним кто-то следит. Я просил его взять меня с собой, когда встретил у рельсовых кочевников, чтобы отдать ретрансляторы. Но он велел мне возвращаться на базу. Сказал, что уже собственной тени боится, потому что эти сигналы его здорово напугали. Нужно было пойти с ним. И почему я так не сделала? Что такое база Кочес? Старая армейская база, еще довоенная. Там у Рейнджера было самое большое сражение. Главный компьютер база с 5-ю начал отправлять роботов, чтобы те убивали людей. Чтобы его угомонить, пришлось попотеть. Буквально утопили его в крови. Вот тогда я и стал капитаном, дед. Значит, генерала Варгаса раньше называли змеем? В те времена он был на редкость крутым, но все ушло. Наверное, забот сейчас у него многовато. За всех приходится отвечать. Он в настоящем бою не был уже лет 10, наверное. Что случилось с садским клинком? Его тоже не стало. Отправился в дозор несколько недель назад и не вернулся. Не знаю, умер в самоволке или перешел к скорпионам. Не отвечает по рации, никто его не видел. Я страшно по клинку скучаю. Он был неразговорчивый, тяжело с людьми сходился, неуклюжий. Но если случилась беда, на него можно было положиться. Он надежный. Прозвище это неспроста. Резкий как бритва, страшный как черт. А где теперь Молотильчик? Теперь его лучше звать Гилбертом. Раньше-то он был похож на медведя, большого и ворчливого. Разговаривал почти по медвежьи. А потом его здорово потрепали роботы на базе Кочес. Больше в дозор он не может ходить. Любой другой командир выпер боевого из отряда. Но Варгас старых друзей не бросает. Построил его, пристроил его на работу в музей. Ну и кто бы мог подумать, у старого медведя обнаружился таван к картографии. С тех пор он потихоньку размечает наш уголок пустыни на бумаге. Вот так бывает. Лагерь рельсовых кочевников. Что вы об этом знаете? Было бы отличное местечко, если бы Аткинсона и Топикона расцеловали друг друга и помирились. Я уже не помню, из-за чего они повздорили, но у них так много старой железнодорожной техники, что если бы они работали вместе, то дали бы нам настоящую железную дорогу. Вместо этого пытаются друг другу головы свернуть идиоты. Знаете еще что-нибудь про те ретрансляторы? Особых подробностей не знаю. Бла-бла всякое про передатчики в направлении север-юг. Отражение сигнала от туч. Вудсона спросите, он у нас гений электротехники. Вы слышали про те странные радиосигналы? Эйс дал мне послушать записи. Там не так много можно разобрать, но все равно волосы дыбом встают. Какой-то парень говорит о превращении людей в машин. Или машин в людей. Или еще какой-то бред. А потом вдруг заводит речь о нас, о рейнджерах. Говорит, что это из-за нас все беды. И что нас нужно уничтожать, чтобы стало возможным его светлое будущее. Вот вопрос, кто он, откуда? И чего он на нас взъелся? Компьютер изготавливал роботов? Ага, искусственный разум, базу Гочес. Не знаю из чего вдруг. Сломался, наверное. Всех считал своими врагами. Хотел всю планету зачистить. Красные скорпионы? Вам об этих спалачах не рассказывали на водной? Ну, тогда я это сделаю. Был, в общем, момент, когда мы бросили тюрьму и перебрались в цитадель. А вот скорпионы это те, что заняли освободившуюся тюрьму. Они тогда были шайкой налетчиков. Но с тех пор организовались, стали называться ополченцами. Ведут себя, словно бы они рейнджеры в Восточной Аризоне. Ерунда. Брать деньги за защиту не то же самое, что защищать. Они требуют платы с поселений. А если те не соглашаются, то получают в зубы. Рейнджеры так себя не ведут. Мы живем на пожертвовании. Собираем ничейные вещи. Вы знаете Вудсона? Радиотехник Уэйт Вудсон. Да, знаю. Он тот парень, благодаря которому вы слышите варгас во время дозора. Ремонтирует аппаратуру, следит за частотой сигнала. А еще может все уши прожужжать о печальных печатных платах, частотах и всяком таком. Но вы с ним повежливы. Он часто бывает единственной в вашей связи с базой. Что вы можете рассказать про Восточную Аризону? Это вся территория между тюрьмой и радиационными облаками на Востоке. Там есть несколько мелких поселений и ферм, которые скорпионы называют старой землей. А, своей землей. Рейнджеры патрулировали эти края, пока не перебрались сюда. Раньше нам все там было известно. Но за 15 лет многое могло измениться. Кто знает, может там сейчас тихо и мирно, как скорпионы говорят. Но что-то мне не верится. Радиационные облака. Это край света, граница карты. То еще пекло. Куда не стоит соваться, если не хочешь поджариться. Облака перемещаются из-за ветра. Но с каждой стороны света есть постоянная горячая точка. И на севере, и на юге, и на западе, и на востоке. До того, как пошли радиосигналы, казалось, что облака бесконечны. И ничего на земле не осталось, кроме Аризона. Но выходит, еще есть люди. Может, в мире все хорошо, и только мы живем в аду. Вот был бы номер. Вы слышали про те странные радиосигналы? Эйс дал мне послушать записи. Там не так много можно разобрать. А, понятно, это мы уже читали. Ладно, слушайте. Вардас вас попросил разобраться в гибели Эйса. Потому что решил, что мне горе помешает это сделать. Боялся, что я сорвусь и половину Аризоны, пущу расход, разыскиваю убийцу. Мы с Эйсом, но мы вместе сражались почти 20 лет. Я обязательно за него отомщу. Да, я знаю, что нарушаю правила, но если возьмите меня с собой, дадите сделать выстрел в нужный момент, я вам помогу. Может, дам пару полезных советов по пути. Я уже не такая молодая и быстрая, но пустыню знаю, как свои пять пальцев. Ну, договорились? Ну, значит, игра имеет гибкую систему выбора. Она полностью нелинейна. Что я подразумеваю под словом полностью. То есть здесь каждое ваше действие будет влиять на ход развития событий. Вот в игре обещают 80 часов игрового процесса. Я не знаю, что из этого получится. На самом деле, все зависит от ваших лайков. Если будет много-много лайков, то будет продолжение. Если не будет много лайков, то первая серия, к сожалению, останется первой серией. Я просто буду проходить игру для себя. Игрушка шикарная. Это игра, благодаря которой появилась серия Fallout и вообще тот же самый Rust. Что у нас еще есть из постапокалипсиса? Ой, да. Много чего. Много чего есть из постапокалипсиса. Вот. Но вот в играх, конкретно в игровом жанре, в игровой индустрии, все постапокалиптические игры обязаны Вастлэнду. И давайте мы возьмем их все в команду. Прекрасно. Так, у нас теперь еще один товарищ. Отлично. Не нужно говорить Варгусу, почему я с вами. Если кто спросит, я просто помогаю войти в курс дела. Ух ты, у нас у всех 23, а у нее 143. Нехивая такая баба. Все, она у нас стара пускай будет лидером. Это у нас что? Группа сгруппирована. Персонаж. Дневник. Выстрел в голову. Пригнуться. Сменить оружие. Перезарядить. Понятно. Все хорошо. Топаем тара дальше. Конечно, козла мы жестоко в расход пустили. А, топаем дальше. Сам нас не нажал топать. А, это на карту перейти. Да, сюда если пойти, что мы тут найдем? А, еще один чувак. Прекрасно. Давайте мы тара сейчас к нему подойдем. Остальные ты, остальные ты че? А, остальные почему? Так, товарищи, давайте-ка. Ты тоже сюда иди. Понятненько. Всех надо выделить. Для того, чтобы у нас они бежали. Прекрасно. Пошли на карту. Я даже читать устал. Ну, надеюсь, что вам интересно очень все это слушать. Вам это нравится. База рейнджеров вызывает группу ЭКО. Ответьте. Группа ЭКО на связи. Принял ЭКО-1. Проверяй, работает ли наша рация. Я теперь буду вашим диспетчером. Еще хочу вас ввести в курс дела насчет воды. Если фляги у вас полны, вы сможете добраться до того места, где погиб Эйс. Если же захотите разведать территорию, пополните запас в лазисах. Помните, что главная задача найти трансляторы, которые были у Эйса. Найдите их и отправляйтесь в Сэхэд-центр и Хайпул, чтобы установить на место. Об этом поговорим, когда разочтите устройство. Конечно, хотелось бы достать убийц Эйса, но сейчас важнее всего определить источник сигнала. Значит, мы должны поддерживать радиоконтакт с вами? Очень важно, чтобы все группы держали связь с базой. Иногда поступают просьбы о помощи с нашей территории или даже из-за ее пределов. На поселения или фермы порой нападают налетчики, животные-мутанты, еще кто-то там. Мы стараемся отправлять туда ближайшую группу. То есть вы не всегда были диспетчером? Раньше диспетчером был Уудсен, но после гибели Эйса я понял, что слишком много времени провожу в офисе. Отгородился от мира и не вижу, как он меняется. Мне нужно знать про все, что происходит. Начать прослушиваться к проблемам окружающего мира. Поэтому я решил, что теперь сам буду принимать вызовы и нашептывать вам всякое канал посреди пустыни. Так что не зазнавайтесь, это не из-за вас. Вас понял, ВК-1. Действуйте дальше, конец связи. Так. Это у нас чистота, да? Так, и что нам делать? Посмотреть карту. Значит, нам нужно куда-то направо. Направо куда-то нужно топать. Ага. Карта, конечно, прикольная. Радует. Красно, топим потихонечку. Надеюсь, то, что воды нам хватает. Инвентарь. Ну, инвентарь у нас не очень богатый, на самом деле. Все, идем-бредем. Так, там у нас радиация. Вы замечаете агрессивно настроенных налетчиков, приближающихся к вам. Давайте нападем на них, попробуем кишки выпустить. Надеюсь, получится. Так, прекрасно. Так, прекрасно. Одного вытрясли. Жесть вообще. Просто их тут, конечно, замесили мы в полной программе. И что, еще кто-то есть? Да, вроде как, нету. А, понятно. У нас там еще дальше карты. Еще дальше карты у нас работают. Ну, давайте тогда хорошо. Так пойдем пока что. Окейшки. Движемся. Вот так вот. Прекрасно. Ну, он пока еще подбегать будет, мы его сейчас отстрелим нафиг. Так, значит, вот сюда подойдем. А, слишком далеко. Понятно. Это у нас кто сейчас? Это у нас панк. Панк у нас он все может делать, поэтому... Потому что это панк. Прекрасно. И теперь попробуем вот отсюда выстрелить. Блин, слишком далеко. Давайте сюда подойдем. Что, прощай? Хорош. Все? Угу. Прекрасно. Так, уберите мне это обучение. Уберите. Все, 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 все. Потом. Я вас понял. Если надо будет, я потом сам все это поизучаю. Никак меньше эту хреновину нельзя сделать. Наверное, нет, да? Давайте тогда заберем все, что есть. Стеклянный глаз. Хорошо. Табак. Тоже хорошо. Опачки. Опачки. 7-12 урон, 7-13. Ну, не так уж и плохо, я бы вам сказал. Давайте мы тогда все подберем. Все замечательно. Значит. Идите сюда. Потом мы объединяемся. И уходим отсюда. Больше здесь, наверное, ничего нет полезного, да? Да, больше здесь ничего нет полезного. Выходим на карту мир тогда. Да? Прерываем случайную встречу. Потому что мы уже как бы всех встретили радушно достаточно. Так. Пойдем сюда. Уазис. Ага. Вот сюда нам нужно идти, скорее всего. Нам пометили как раз все. Это замечательно. Радио тавер. То есть радиобашня. Да, радиовышка подтвердить. Перевод меня, в принципе, устраивает вполне. Ну, правда, много читать нужно. Но я думаю, что это не суть как-то сложно. Так, Эхо-1 вызывает цитадель. Мы прибыли на место от боя. Понял вас, Эхо-1. Доберитесь до места гибели Эйса. Хорошенько все смотрите. Те, кто его нашел, сказали, что похоже, он пытался уползти. Вдруг обнаружите следы, которые позволят определить место, где они напали. Все ясно. Ясно. Вас понял, Эхо-1. Появится новая информация. Немедленно выходите на связь. Главная цель – ретранслятор и конец связи. Что ж, друзья, давайте мы таран этом серии завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока. Продолжение следует.